Неожиданную находку обнаружили поисковики Псковской области. Судя по архивам, в болоте возле деревни Иванцево должен был находиться затонувший во время войны танк. Его-то и рассчитывали достать. Но им повезло не меньше. Артиллерийский тягач «Сталинец» еще более редкая машина, чем Т-34. И теперь он станет первым экспонатом нового музея боевой славы, который собираются создавать во Пскове. С подробностями Алексей Рафаенко. Сапоги с противным чавканьем увязают в грязи. Болото на окраине деревни Иванцево. Посреди небольшой периметр относительно чистой воды. Здесь работает водолаз. Там морда большая, как от левитка тягача. Вот все, что там нащупывается. Там внизу на глубине почти 15 метров военная техника времен Великой Отечественной войны. Сначала думали танк, оказалось другое. В условиях нулевой видимости водолаз на ощупь затягивает стальные тросы вокруг машины. Водолаз тяжело дышит. Несмотря на глубоководный костюм, замерз и вымотался. Я за вторую вымотаю, что начать. А вам это делай? За вторую, за балку. Фамилия водолаза отчаянной. Ему она подходит как нельзя лучше. Далеко не каждый решился бы нырять в болото. Верхняя точка метров 10. Нижняя метров 14. А в каком положении? Стоя стоит вертикально. А вы ощупали какую часть? Заднюю? Я практически его весь ощупал. И что это, по вашему мнению? Тягач какой-то военный, похоже. По архивным данным, в этом месте при освобождении города Великие Луки провалился под лед и затонул танк Т-34 вместе с экипажем. То же самое говорят очевидцы. Баба Маня – старейшая жительница Иванцева. Тут увалил танк у болота в это. А там забина. Тут когда-то озаробало. А потом оно взросло, взросло. История привычная для этих мест, где водоемы исчисляются сотнями. Но на этот раз добыча поисковиков стал не танк. Это артиллерийский тягач. И похоже, прежде чем провалиться в болото, он что-то буксировал за собой. Сзади идет трос. Его родной трос идет какой-нибудь от него? От него, его, вот. Что было с другой стороны троса, пушка или поврежденный танк, мы, наверное, никогда так и не узнаем. Ох и нелегкая эта работа – из болота тащить бегемота. Строчки детского стихотворения невольно приходят на ум, когда смотришь на этот трактор, который только что у нас на глазах достали из болота. Он и правда похож на какое-то массивное животное. И сейчас мощный строй воды. Его отмывают от болотной жижи и грязи, чтобы вернуть первозданный облик. На кузове отчетливо видны буквы. Можно прочесть и все название. Сталинец. Этот трактор выпускали до 41-го года. Настоящий раритет. Надпись. Видно? Рабочий верблюд войны. Знаменитый трактор «Сталинец», который прошел, так сказать, всю войну. Основная тягловая сила для наших тяжелых орудий. Сейчас это очень редкая машина. Их практически нигде нет. Вот будет украшение музея. Несмотря на некогда массовое производство, до наших дней дожили всего несколько машин. Теперь сталинцев С-65 на один больше. В отличном состоянии. Промыть, прочистить и поедем. Перебрать только. Воду слить с него и поедем. Куда пройдем. Ну, потому что торфу ел. Ему не дало ни ржавчины, ни коррозии, ничего не взяло. Сзади ведро в открытой кабине лопата. Плюс полный бак солярки. Сталинца отмыли, и он засверкал, как новый. По виду только с конвейера сошел. Даже копки и траки не стесаны. Поэтому никто и не удивился, что за современным бульдозером старенький тягач поехал на своих гусеницах. А трактористы с уважением говорили, внук дедушку везет. Алексей Рафаенко, Игорь Коровкин, Максим Патана, телеканал «Звезда». Рафаенко, Игорь Коровкин.